Радио 54 Проверялись, в первую очередь, надпредметные навыки, то есть то, что за гранью предмета. Над каждым участником постоянно есть какой-то эксперт, который оценивает эти навыки здесь и сейчас, в реальном времени. И все задания связаны, конечно, безусловно, не со знанием предмета совершенно. Ну вот, например, как это было? Что такое надпредметная история, чтобы послушатели сейчас поняли, о чем мы говорим? Ну, например, дебаты. Дебаты не в стандартном формате, и в этом формате оценивалось то, как мы ищем идеи, как мы простраиваем друг с другом диалог, как мы подходим к общему решению, слушаем мы всех или каждый имеет свою личную позицию и не готов принимать мнение другого человека. Ну, углубляться сильно не можем, еще впереди несколько полуфиналов, но еще один, например, конкурс, это методический конструктор, который, наверное, вызывает самые большие трудности у участников, потому что от нас ждут чего-то нового, а учителя очень сложно выходят из той зоны комфорта, в которой они находятся постоянно. И третий этап – это решение кейсов, и это совсем история как раз-таки та, что мы должны уметь делать, безусловно, потому что с проблемами, с какими-то мы сталкиваемся регулярно, и вот понять саму суть проблемы, ну, что, в принципе, есть кейс, да, осознать не то, что на поверхности, а что на самом деле скрывается под этим, тем, что мы видим, да, под той ситуацией, понять, как решить эту ситуацию и пройти к конкретному решению, которое позволит все исправить. Садитесь пять. Приведите пример кейса. Какой конкретно был? Какая была задача? Если только очень общо, да, это нам предлагались видеофрагменты на разные проблемные задачи, задания, то есть взаимодействие внутри школы, как решить эти кейсы, то есть взаимодействие на уровне, допустим, ученик-учитель, учитель-родитель и так далее, то есть со всеми участниками образовательного процесса. И наша задача была как раз-таки придумать и предложить решение заявленной проблемы. И нам организаторы-эксперты говорили, копайте максимально глубоко, то есть не берите все то, что на поверхности, глубинные проблемы выявляете и пытайтесь предложить решение этих проблем. То есть вот это к вопросу о надпрофессиональных навыках и надпредметных навыках, которые у нас проверялись. То есть это и проектное мышление, и системное мышление, и навыки работы в команде, то есть коммуникативные навыки. То, что не связано никак с предметом, но пригодится нам в будущем и поможет себя реализовать в том числе. Какие образовательные учреждения вы оканчивали? Я окончила Новосибирский государственный технический университет, автоматизированной системой обработки информации и управления. У меня все логичнее, да, то есть Марина закончила не педагогически, я заканчивала наш Новосибирский государственный университет. Да, наш любимый. Было ли когда-то такое в жизни на определенном этапе, когда вы поняли, что преподавательская стезя, а вы по ней пошли, когда вы пожалели? Когда вы столкнулись с какими-то трудностями и поняли, что сейчас родитель тяжелый, ребенок непростой, время меняется, они нас не слышат, достучаться сложно. Или вот как идете, так и идете ровно и рады выбранной дороге. Вот здесь все свои, мы говорим как есть. Пусть все через эти этапы проходят, вон Кузнецов как-то с радио уходил на несколько лет. Нормально, вернулся из декрета, да. Было такое? Ну, например, сложная какая-то ситуация, вы поняли, что, наверное, дальше вы не готовы, а потом пошли. Ну, на самом деле, прям вот, что не готовы и, наверное, стоит уйти не на своем месте, таких мыслей не было, а вот просто какие-то минутные слабости. Слабости, да. То есть просто кажется, что все тяжело и так безвыходно, а потом ты идешь на урок после этой ситуации и выходишь совершенно абсолютно счастливым человеком. И идешь по этому коридору, залитому солнцем, и думаешь, ну вот, здорово, ради этого я сюда, собственно, и хожу. А давайте поговорим поподробнее про... А, да, тут слово дать. На кого отвечал уже ученик? Ну, да, ученик садись пять, я помню. Я тоже не испытывала таких состояний, чтобы прям уйти, я все время говорю, я ищу повод, чтобы сбежать, но пока его нет. Вообще, я думаю, что любому учителю достаются те ученики, которые ему нужны для чего-то. Ну, отличная позиция. Мне нужны, чтобы развиваться, и я им благодарна за это в первую очередь. Я предлагаю более подробно поговорить про взаимодействие вот учитель-ученик. Как у вас на уроках происходит? У вас вообще дети слушают, не убегают с уроков, может быть... А, вот, кстати, расскажите нам про свои клички. Слушайте, это удивительно, но я пытаю детей уже который год. Скажите, как меня зовут. Они все говорят, мы называем только Марина Викторовна. Ладно, ладно. Но трудно выявить у ребенка так, чтобы я услышала ни разу. Но необычно дети, если относятся очень добро к учителю, они называют просто по имени между собой. Что нам скажет география на этот счет? То же самое абсолютно. Особенно, когда я пришла в школу, я тоже пыталась узнать. Ну, думаю, может быть, банально, как-нибудь географично. И так тоже не звучало. И я как-то услышала о детей своего класса, 6-й класс. Мы ходили в театр, и я стояла, ждала их с одеждой, с гардероба. И они вот так в поисках меня глазами бегают. А где Галя? То есть, ну, вот максимум. Ой, слушай, Кузнецов, давай честно. Если бы у тебя был бы вот такой вот учитель географии в школе, какая кличка, я тебе умоляю, ты бы с открытым ртом слушал бы, что она говорит. Ну, в самом крайнем случае. Кстати, уже не говорят. Да, конечно, практически нет. А как вообще вот сейчас ребенка заставить делать то, что нужно, и то, что хочется преподавателю? Раньше вот в мое время хлоп по башке указкой. Указку сломали при этом, ты же ее еще и покупаешь. Нет, нет, сейчас ты сразу уже на Ютубе, и к тебе приглашают органы надзорные. Сейчас уже нельзя. Нельзя? Ну, ты тебя сразу на телефон уже снимут, да. Что заставить? Что значит заставить? Мне кажется, что сейчас детей заставлять особо не нужно. В основном. Ну, нам опять же повезло, мы работаем в очень хорошем учреждении, где дети более мотивированы, может быть, чем в других местах. Но наши дети больше от нас ждут чего-то и говорят, чего они хотят, и это важно. А родителей сейчас принято в школу вызывать или уже не актуально? Смотря с какой целью. Если мы хотим воспитывать родителей, я считаю, что я не имею права этим заниматься. Мне все время неловко, и детям об этом в первую очередь говорю. Не заставляйте меня вызывать родителей, чтобы воспитывать его, как он неправильно воспитал вас. Ну, а если там вот ваш, Алеша, сегодня там глаз подбил однокласснику, повлияете, нет? Мои дети сказали недавно спасибо, вы за 7 месяцев совместной работы еще ни разу нас не сдали, сколько раз мы делали какие-то белки-пакости. Я всегда вмешиваю родителей, только если ситуация действительно из ряда вон выходящая, а это настолько редко сейчас все-таки, ну, в моей практике, во всяком случае. Ну, а я против глухого телефона, да, иногда каждый додумывает в любой ситуации что-то свое, поэтому лучше поговорить, то есть я за диалог, и желательно, чтобы этот диалог был не в чате, в ватсапе, потому что каждый придумывает свою интонацию, с которой говорились эти слова, или какой-то комментарий давался. А по письменному тексту ты не поймешь. А не всегда, да, то есть у тебя какое настроение, с такой интонацией ты и прочтешь сообщение, поэтому лучше общаться, чтобы никаких недопониманий не было, потому что взаимодействие учитель-родитель тоже достаточно сложно простраивать, бывает так. У него, кстати, эта точка зрения очень нравится, компонирует. Разделяю, да. А кого вы помните из участников еще конкурса «Учитель будущего», может быть, другие города, другие образовательные учреждения, кто вам запомнил со своей позицией, концепцией, настроением? Такие улыбки сейчас, вы просто их не слышите, не видите, а мы видим. То есть вы о ком-то сейчас прям с теплом вспомнили, да? С теплом, с теплом. У нас была карма, мы работали только с начальной школой. За три дня. Каждый день, каждый день нам попадались команды учителей начальной школы. А это другие ребята совсем, да? Совершенно, да, совершенно. А какие они? Они открытые, они вот в своей детскости тоже нам импонируют. Ну, детскости, потому что возраст у них, в хорошем смысле, возраст детей у них такой. Восхищенные очень, да. Они так восхищались тем, что мы знаем, потому что мы работаем с более взрослыми детками. А они заряжаются же от детей ежедневно. Вот второй день была совершенно чудесная команда. А откуда они были в Кемеровской области? Они прошли в финал, они так скромно представились. А мы из села маленького, а что за село, сколько? Ну, я представляю, я тоже из села родом. Да, у меня сейчас в школе обучается родной человек 40, по-моему, 46. Вот это я понимаю, сельская школа. А у них там более тысячи обучающихся. Тысяча сто они сказали. Да, действительно, маленькая сельская школа. Так а может эта школа там на весь район одна, нет? Нет, они сказали только на их вот место, где они живут. Поселок городского типа. Первое. Областное радио.